Привет, это Дима. Позавчера в Тимирязевском суде был аншлаг. Собака с милицией приезжала. Меня встретил новый конвой, который полчаса досматривал мою одежду и немногочисленные вещи в поисках запрещенных предметов, а в зале суда уже ждал спецназов ССП. Такие крупные дяди в масках и тяжелых брониках, экипированные спецсредствами, айфонами и эппл-вотч. Из-за такого усиления формальная процедура заняли много времени, а в зал попало еще меньше слушателей, чем обычно. Зато все были предельно вежливы и раз в 10 за день спросили, нет ли у меня претензий. К нашему взаимному облегчению претензий не оказалось. После прошлого раза я несколько дней был занят подачей заявлений в прокуратуру, ИСК и обращения к депутатам Госдумы и Мосгордумы. Да, копипаста на бумаге не работает, так что все экземпляры пришлось переписывать вручную. И из-за этого у меня накопилась большая стопка ваших писем. Искренне рад каждому и прошу простить за такую задержку. Отвечу на все. На самом заседании тоже было интересно, обязательно прочитайте онлайн на нашем канале или на сайте Медиазоны. На протяжении трех часов, если не больше, я отвечал на вопросы адвоката, прокурора и судьи, объясняя, почему я не верю Коношенкову, чем Нью-Йорк Таймс лучше комсомольской правды, где я был эти 8 лет, а самое главное, почему описанное мной событие не фейк и постановка, а страшная правда. После перерыва очередь выступления перешла к Марии Эйсмант, но ей дали огласить лишь малую часть подготовленных материалов, заявив, что действия российских военных не имеют отношения к нашему процессу. Аргумент прокурора звучал еще лучше. Ваши материалы противоречат доказательствам обвинения. Ишь какие спорить вздумали, состязательный сторон им подавай. Зато под конец дня судья приятно удивила нас, удовлетворив ходатайство вызовя в суд для дачи показаний Коношенкова, Лаврова и Небензи, выписав повестки на их имена. Что ж, будем рады допросить их на следующем заседании 8 февраля. А если они не придут, попросим суд организовать привод. 3 февраля 2023 года. Москва. Водник.